Такого количества людей давно не видел стадион Нарт. Трибуны были забиты до отказа и перед ними тоже было не протолкнуться. Еще бы такое событие трудно пропустить. 90-летний юбилей Карачаева Черкесии, как было сказано, это возраст мудрости. За эти годы укрепились глубокие традиции дружбы, уважения и взаимопонимания между народами и ее населяющими. Я хочу поблагодарить мудрый народ Карачаева Черкесии, представителей всех народов, за то, что эти годы мы живем вместе в одной единой, дружной, родной семье Карачаева Черкесии. Я поздравляю вас с этим праздником, желаю вам мира, благополучия, здоровья и счастья. С праздником вас! Символично, что в день рождения многонациональной семьи Карачаева Черкесии ее нынешний глава поздравил и вновь образовавшиеся ячейки общества. Рашид Тимрезов вручил молодоженам подарки и приветственные адреса. Обычно, если 90 лет исполняется человеку, его приходит поздравить множество людей. Дети, внуки, правнуки, братья и обретенные за эти годы друзья. Так и в случае с Карачаева Черкесии. Перед ее жителями на праздничном концерте выступили артисты и творческие коллективы изо всех республик Северного Кавказа. Я с большим удовольствием передаю вам искренний привет от губернатора Старопольского края Зеленкова Олеговича, от всего Старопольского края, от всех жителей Старопольского края. Потому что многие из вас имеют в своих паспортах запись, что они родились в Старопольском крае. И поэтому я тоже имею такую запись, когда мы жили вместе. Начавший накрапывать дождь не испугал собравшихся на праздник, ведь впереди были еще выступления настоящих звезд российской эстрады. Одна из них – уроженка Кабардино-Балкарии Сати Казанова. Недавно ко всем ее заслугам прибавилась еще одна. Ей присвоено звание заслуженной артистки Карачаева Черкесии. Несмотря на головокружительную карьеру в шоу-бизнесе, Сати никогда не забывает своих корней и очень гордится ими. Поэтому, помимо известных на всю страну хитов, она исполнила песню и на своем родном языке. ПЕСНЯ После выступления Сати Казанову возле гримерки уже поджидали поклонники, желающие с ней сфотографироваться. Артистка не отказала в этом никому, после чего нашлось время и для нас. Мирного неба. Я желаю счастья личного в каждом доме, чтобы каждый человек мог достигать того, что он себе задумал, о чем он мечтает. И для этого республика, руководство республики, руководство страны нашей и Всевышний давали на это возможность. Кавказское происхождение помогает вам в вашей карьере? Вы знаете, я давно на это уже не обращаю внимания, как помогать мне, не помогать. Я этим горжусь. Это мое все, это мои корни. Мое воспитание мне, конечно, помогают люди в России, которые не сталкивались с таким кодексом чести, как адыгский кодекс, как наше воспитание, кавказское, мусульманское. Они приятно удивляются тому, когда элементарно заходит старший, а я встаю. Стоя приветствовали и еще одного старейшиного российской эстрады, но при этом вечно молодого Дмитрия Маликова. С днем рождения! Я впервые в Карачаево-Черкесии. Я очень волнуюсь и очень счастлив тому, что у меня есть возможность сегодня быть вместе с вами, разделить с вами ваш праздник и подарить вам несколько моих самых любимых, самых популярных и самых танцевальных мелодий. Я очень хочу, чтобы мы все вместе сегодня получили удовольствие. И это желание исполнилось в полной мере. Люди, не стесняясь своих эмоций, пустились в пляс, подпевая любимому артисту. А Дмитрий Маликов и его группа с каждой песней все сильнее и сильнее зажигали публику своими бессмертными хитами. И с чистого листа, и снова все сначала, закончилась про нас, история любви, история любви. А история этого дня рождения и единения закончилась праздничным фейерверком. Под аккомпанемент которого Дмитрий Маликов допевал свою песню и говорил жителям Карачаева-Черкесии. Руслан Альбутов, Миха Каракелян, Андрей Дорошенко. Итоги недели.